У нас на нашем мероприятии два депутата Европарламента. Ну, первое слово предоставляется господину Мирскому, а потом Алфреду Григорьевичу. Добрый день. Я, конечно, понимаю, что сегодня такое мероприятие, когда вы вспоминаете то, что тяжело вспоминать. Его деда тоже расстреляли всю семью под Краславой. К сожалению, всех закопали по гулянке, и дед в войну вернулся и искал могилу своих родственников. Не нашел. Я всегда говорю о том, что может сделать война или изверги в коричневой форме для того, чтобы простой скрипач стал милиционером. Но он отомстил всем своим одноклассникам, своим, тем людям, которые жили с ним рядом, учились в одной школе. Он отдал долги всю жизнь, тем жил. К сожалению, хотелось бы жить так, чтобы не нужно было отдавать долги, чтобы люди были людьми с самого детства. Сегодня жаль, мне жаль, очень жаль, что здесь нет президента Латвии, который решил склонить голову перед легионерами ровно два года назад. Мне очень жаль, что здесь нет многих политиков из правых партий, которые так лихо маршируют вместе с эсэсовцами 16-го числа. И мы всем здесь встать на колени перед вами и попросить прощения за то, что натворилась система, которую они хвалят. Я считаю, что то, что вы, пожилые люди, нашли силы идти сюда, это еще раз говорит о том, о вашей стойкости, о вашем подвиге. Вы прошли через этот ад. И я и мои коллеги в Европейском парламенте об этом знаем. Доносим правду для наших других коллег, которые считают, что ВАФНСС – это военная организация. ВАФНСС – это преступники. ВАФНСС состоял из более 13 полицейских карательных батальонов, которые собирали таких, как вы, детей. В Псковской, Ленинградской областях России, а также сошли пол в Белоруссии. Мы привезли сюда детей, полторы тысячи детей, с которых они качали коллег, которые просто убивали. До пяти лет здесь было уничтожено полторы тысячи детей. Это зверство никто никогда не оправдает. Мы об этом помним. Я сделаю все, вся завищее, в любом качестве, в каком бы я ни был качестве, для того, чтобы, да, память об этом у вас осталась, и у ваших детей, и ваших внуков. Чтобы все знали, что такое коричневое, и что с ним надо делать. К сожалению, сегодня силы, которые могут помочь вам, помогают преступникам, которые маршировали под гимны Гитлера и вступали в преступную организацию СС. Они получают пенсии, они считаются героями в Латвии, и поэтому сегодня трусливого правительства Латвии ни одного человека из него здесь нет. Ни президента, ни тех основных лиц, которые должны ответить за те преступления, которые были. Должны прекратить фальсифицировать историю, прекратить врать нашим детям о том, что лагерь Салатского, это был прудовой лагерь, это был лагерь смерти. Мы в этом помним. Если вам поклон, я думаю, что все вместе мы сможем противостоять. Противостоять, мы должны воспитать нового поколения, мы должны рассказать о том, что на самом деле был, потому что, к сожалению, исторический и учебный колокольчик, и вся остальная литература, которая сегодня планируется, наглую жопу нашим детям, в том числе в школе. Низких поклон малых, держитесь, все, что сможем, мы для вас сделаем. Продолжение следует...